всем привет привет мои дорогие я люблю когда есть какая-то тема эфира чтобы выходить не просто так а выходить с пользой для вас и для себя объясню почему с пользой для вас и для себя пока все подключаются потому что мне очень нравится когда вы забираете что-то полезное и начинаете как-то внедрять свою жизнь принимать пользоваться этим у вас обязательно в жизни что-то происходит какие-то колоссальные крутые изменения вы начинаете расти развиваться у вас все улучшается и потом вы пишите то что ваша жизнь изменилась благодаря мне и естественно мне это очень приятно и я для этого собственно иду веду свой блог ты классная спасибо я для этого и веду свой блог потому что я каждый день получаю письма благодарности о том что я как-то изменила жизнь одного из своих подписчиков или и одна девчонок которые проходят мои детокс марафоны различные другие программы это очень круто и это очень сильно мотивирует и поэтому я решила сделать на этой неделе на следующей серии у прямых эфиров в инстаграм и вебинаров вебинары здесь проводить невозможно на вебинары обычно приходит по 6000 человек здравствуй анечка по 6000 человек приходит и очень много людей вот поэтому лучше когда отключается как раз таки общение вот это ненужное мы его убираем и начинаем общаться сегодня тема эфира откуда она взялась сейчас появилась в stories появилась такое такая тема типа задание вопрос очень прикольная тема и частый самозадаваемый вопрос где взять энергию я вот как найти себя короче самый часто задаваемый следующий три вопроса как найти себя на третьем месте на втором месте где взять энергию типа нету энергии нету силы жить вы всегда была такая жизнерадостная веселая но это все в одно и третий вопрос когда за третьим ребенком пойдете вот поэтому энергии у людей мало это видно по всем это видно по людям которые приходят ко мне на детокс и которые уже через неделю говорят что они сами просыпаются без будильника что они полны сил они начинают жить они чувствуют что к ним идет идут блага и это очень круто и я поняла что нужно провести подобную серию прямых эфиров что же забирает у нас энергию как вы считаете давайте начнем с того что я с вами немножечко пообщаюсь наверное уже там какая-то часть подключилась когда кому это интересно и давайте я задам вам такой вопрос скажите пожалуйста с утра вы проступаетесь сами либо по будильнику вот отвечайте на вопросы я просыпаю сама либо просыпаюсь по будильнику скажите пожалуйста вот вы когда просыпаетесь по будильнику вот если вы просыпаете сами напишите в какое время вы сами просыпаетесь если вы просыпаетесь по будильнику то тоже можете написать в какое время вы просыпаетесь по будильнику И если у кого-то такое состояние, что вы просто не можете себя поднять с кровати То есть вы не хотите никуда идти, вы хотите лежать, вам не хочется ничего делать Вы в таком состоянии находитесь, апатичном, я бы сказала Вот, с 7 до 9, с 7 до 9, это интересно Вот если бы вы писали рядом, просыпаюсь сама или вот сама с 10 до 11 утра Ну, как бы, конечно, просыпаться нужно рано, просыпаться нужно в 6 утра А если по законам женской энергии, то ложиться нужно где-то до 10-30 И просыпаться нужно с восходом солнца То есть когда начинает вставать солнце, женщина в этот момент уже должна пробудиться И вместе с восходом солнца как бы встать, проснуться И тогда зарядиться полностью энергией, потому что солнце просыпается, женщина просыпается Это очень круто, сама в 11-12, вот, ну, вы сама просыпаетесь в 11-12, потому что вам, наверное, не нужно с утра никуда вставать, но на самом деле у меня было время, когда я сама просыпалась в 11-12, и я скажу, что это жутко, я скажу, что это просто отвратительно и это ужасно, я просыпаюсь в 14, вот я вам скажу, что это отвратительно и ужасно, потому что вы не видите дня, ваш день пролетел, вы живёте ночью, это ненормально и это неправильно, люди должны просыпаться утром, они должны видеть солнышко, они должны жить, они должны гулять, они должны жить в нормальном, вот, понимаете, у нас есть определённый ритм, он у всех один, и ночь дана человеку для того, чтобы он отдыхал, а день для того, чтобы он бодрствовал, для того, чтобы солнышко питало витамином D, тем более сейчас лето, и тем, что вы хвастаетесь и говорите, что вы встаёте сама в 11 или с 10 до 11, в этом нет ничего хорошего, потому что если бы вы сама вставали в 6 утра, в 7 утра, это было бы круто на самом деле, и девчонки, которые приходят к нам, например, на программу, они очень рано встаёт, я привыкла, что могу позволить себе встать, когда хочется, это очень здорово, но, возможно, вы просто, возможно, вы просто, знаете, не понимаете, чем можно занять это время, если бы вы нашли, чем занять это время, у вас бы был стимул просыпаться с утра, возможно, кто-то переживает такие эмоции, мы сейчас немножечко поговорим с вами, а потом уже я по пунктам всё вам разложу, так сказать, подарок в конце, возможно, у вас было такое состояние, когда у вас какой-то проект, либо вот вы чем-то занимаетесь, настолько увлечены, что вы не можете спать, детки с моим мужем, давайте не будем отвлекаться, если вы сюда отвлекаться пришли и нас отвлекать, то, пожалуйста, не отвлекайте нас, для нас сейчас очень важная тема, мы хотим работать над собой, мы хотим улучшить качество нашей жизни, если вы хотите улучшить качество жизни, то вы остаётесь, если вы не хотите, то вы уходите, потому что тема в эфира не просто так поговорить о моей жизни, о моих детях, а тема эфира пообщаться немножечко с вами и, возможно, чуть-чуть куда-то вас продвинуть, я для этого вышла и для этого общаюсь, мне нравится на рассвете просыпаться, это такая, я встаю в солнышко, вот это очень круто, вставать солнышком, я иногда встаю поздно, когда я очень поздно ложусь, по причине того, что иногда очень много работы и не могу по-другому, но стараюсь всегда вставать в 6 утра, в 6-7 утра я уже на ногах, я уже бодра, я обязательно делаю зарядку, у меня есть несколько техник, которые я выполняю каждый день и объясню, почему я это делаю, вот, и бывает у вас такое состояние, либо было когда-то, когда вот вы просыпаетесь с утра, либо вообще не можете заснуть, потому что вас прёт, вот вы чем-то очень крутым занимаетесь, либо у вас какой-то проект, либо работа, либо вы что-то делаете сами, и вот вы просто от этого не можете уснуть, вот бывает такое состояние, когда вы просто вот на таком бодрике находитесь, что вам не хочется спать, вы полны энергии, и вот как раз-таки человек полон энергии, и человек не полон энергии, когда всё в совокупности, и первое, что должно быть, это наше тело, то есть наше тело, это 80% энергии, дальше идут наши эмоции, и дальше идёт уверенность в себе, все эти три составляющие, это и есть наша энергия, почему тело, потому что тело отвечает за большую часть нашей энергии, мы сами по себе, как мотор, как машина, и в нас энергии столько же, например, можно сравнить с бензином в машине, и вот иногда, когда топливо заканчивается, машина так, и стоит на месте, и вот человек так же, пока буду немножечко так водить вас, то в одну сторону, то в другую сторону, старайтесь не отвечать, смотрите, наверное, все когда-либо в жизни болели, и когда мы болеем, мы что делаем? Мы лежим, мы лежим там в кровати, мы находимся дома, мы никуда не ходим, мы на больничном, и вроде первый день классно, и второй день классно, и третий день классно, а что происходит потом? А происходит потом, что происходит потом? Вы привыкаете ничего не делать, правильно? Вы привыкаете лежать, вы привыкаете ходить по дому, хочется куда-то выбраться, возможно, у кого-то, но, в принципе, вы привыкаете ничего не делать. Вот у меня какое-то состояние лежать и сил нет. Вот у вас и такое состояние лежать и сил нет, потому что тело привыкает. Если тело привыкает лежать, оно будет лежать. И, в принципе, энергии не будет, потому что оно привыкло лежать. Когда вы приезжаете на отдых, что происходит с вашим телом? Вы едите, вот, например, возьмем Турцию, да, вот просто вот мы ездили в том году несколько раз в Турцию. Я наблюдала за людьми и за их образом жизни. Что они делают? Они постоянно едят. Я люблю это даже называть, я не люблю к еде относиться, к пище вообще не люблю относиться, очень некультурно, некрасиво. Я считаю, что это очень важная трапеза, но если это правильную еду, есть и хорошую. Но я считаю, что в Турции люди жрут, по-другому не сказать. Они просто обжираются из-за того, что вот это всё включено, у людей просто нет стопа. И я думала, что это проходит со временем. Нет, это не проходит. Это вообще не проходит, потому что люди постоянно жрут. Там очень много всяких точек, и они с одной точки перемещаются в другую и продолжают жрать. Где-то они поели сладкое, где-то они поели каких-то там хлеб какой-то напекли. Я просто ходила и наблюдала, что они везде жрут. Одни и те же люди, в принципе, они с одного места переходят в другое, чтобы пожрать. Потом они придут пивка попить, и потом вернутся, чтобы с чем-нибудь закусить. И в принципе, вот эта жизнь у них такая и происходит. Потом они приезжают, у них лишние килограммы и тому подобное. Но суть не в этом. Суть в том, что человек обленивается. И когда он обленивается, когда он выходит на работу, он сидит такой на работе. Ну, как мне было хорошо отдыхать, мое тело совсем не хочет работать, вот сейчас бы мне еще в all-inclusive пожить. Наше тело привыкает к тому образу жизни, в котором мы находимся. Возьмем какого-нибудь спортсмена, футболистов, либо, ну просто футболисты сейчас, понимаете, на пике популярности, ребята. Вот, либо просто какую-нибудь спортсменку, да, девочку, которая каждый день занимается спортом. Да и вы, скорее всего, когда-либо занимались спортом. То есть, что происходит? Вот я раньше ходила в школу бега, и я бегала, постоянно бегала. Я, потому что до этого бегала неправильно, я очень сильно повредила суставы, и после этого поняла, что я хочу бегать, и я решила пойти в школу бега. Что происходит, когда ты начинаешь чем-то заниматься? Тебя это начинает сначала очень сильно бесить. Ты бежишь, и не понимаешь, зачем ты бежишь, для чего ты бежишь. У тебя мошка, она хочет тебя отключить, чтобы ты не бегал, чтобы ты никуда не шел, чтобы ты был на месте, чтобы ты пошел на диванчик и полежал спокойно. Куча отговорок, куча причин не побежать дальше, сократить, куда-то уйти, еще что-то. Согласитесь, такое присутствует. Но, если вы войдете в режим, в ритм какой-то, и начнете постоянно бегать, через день, через два дня, либо каждый день, что происходит с телом? Оно привыкает. Оно привыкает, и уже через две недели вы не можете не побежать, потому что ваше тело привыкает каждый день бежать. Оно привыкает каждый день шевелиться. Оно привыкает быть в тонусе. И это очень крутое состояние. Вот я это просто всегда позиционирую на своих программах, детокс-программах. Люди приходят, они едят непонятно что, они не занимаются спортом, они ничего не делают. Но мы каждый день даем им задания, мы каждый день убираем какие-то продукты, мы каждый день постепенно внедряем какие-то физические упражнения, по чуть-чуть, чтобы это их не раздражало. Сначала одно физическое упражнение, на следующий день еще одно включаю. И в конце у них уже целый комплекс создан физических упражнений каждый день. И в конце они уже по-другому питаются, потому что время прошло, потому что первую неделю бесилось, и все не хотелось. Но такого, правда, нет, потому что у меня психологически все правильно подобрано. Но сам факт того, что мы постепенно, постепенно, понимаете, вы привыкаете, и ваше тело привыкает жить по-другому, выглядеть по-другому, ухаживать за собой, начать заниматься спортом, начать каждый день готовить зеленые коктейли. Потому что зелень – это энергия, зелень – это очищение. Приведу вам также примеры. Я очень люблю на примерах, на образах и подобиях. В принципе, все мои программы, они построены на примерах, на моих примерах, на моих опытах. И вообще просто я пытаюсь объяснить. Вот, наверное, у многих из нас кошки или собаки живут дома. Скажите, пожалуйста, если кошка отравилась, и она находится на улице, ну вот многие же, наверное, там, не знаю, на дачах, да, или еще где-то, что делает собака или кошка во время отравления? Она ничего не ест, ей очень плохо. Но я очень часто замечала, когда собака или кошка во время отравления начинает есть траву. Замечали, что она ест траву? Потому что зелень, едят траву, вот пишут, потому что зелень очищает. По траве мы ходим, трава растет, и мы траву едим, и трава нас тоже очищает. Просто люди, мы такие же, в принципе, как кошки, мы такие же, как все животные. Мы, можно даже назвать нас, ну, так, не ругайтесь сейчас, но просто мы приведем пример, аналог. Мы такое же животное, только умное животное. Только животное, которое живет в социуме, которое умеет общаться. Почему мы стали такие развитые? Потому что нам дано разговаривать, потому что мы развиваемся, получая друг от друга информацию. То есть самое важное в человеке, и отличающий его от любого животного, это умение разговаривать, это речь, это разговор. То есть я сейчас с вами разговариваю, и посредством общения я делюсь с вами какой-то очень полезной информацией. Вы эту информацию получаете, регенерируете, и что-то для себя полезное, ну, хочешь, не хочешь, ты все равно для себя что-то полезное извлекаешь. Ну, если ты не совсем. Я надеюсь, что вы извлекаете что-то полезное. Если извлекаете, поставьте сердечки сейчас, что вам эта тема интересна и нравится. Вот, сейчас мы уберем. Вот, и в принципе мы такие же существа, только разумные существа. Но мы должны есть такую же легкую, здоровую пищу, которую едят, в принципе, животные, на которых можно посмотреть, которые в среде, в природе находятся, еще что-то. Ну, так получилось, что наш мир очень сильно развивается. Очень сильно развивается и очень сильно развита различная промышленность. В том числе вот это снеки, пиццы, чипсы, кока-колы. Это компании, я бы сказала, даже триллиардеры, я не знаю, как это правильно сказать, но, в общем, это заработок, это очень-очень крутой заработок. И это никогда не исчезнет из нашей жизни. Никогда. Потому что даже если мы с вами откажемся раз и навсегда пить кока-колу, то все равно останутся те люди, которые будут ее пить. Потому что они на другом уровне. И это нормально. И пища, она также лишает нас энергии. Если вы плохо встаете, если вы вечером не можете, у вас нет сил, если вам не хочется ничего делать, если вы очень сильно раздражены, если вас все раздражает, если дети хотят с вами поиграть или побегать или вечером погулять, а вы без сил, и вас это просто бесит, то вам нужно заняться вашим питанием. То вам нужно заняться вашим телом. Это самое первое, что нужно сделать. Потому что все зависит от нашего питания. Почему у нас нет энергии, да? Поэтому, когда у нас нет энергии, у нас происходит апатия. То есть, вот понимаете, ну вот как бы, знаете, вот когда нет энергии, что происходит? Ну, руки отпускаются, все опускается. Ты как бы находишься в апатии. Ты находишься вот в этом состоянии, потому что у тебя нет энергии. Когда нет энергии, в основном ты ешь нездоровую еду. Потому что если бы ты ел здоровую еду, у тебя бы была энергия. У меня девчонки на детоксе встают в 6 утра, целый день активные, и они целый день в энергии. Потому что я их привожу к состоянию, когда они находятся в энергии 24 часа в сутки. Обязательно сделаю отзывы, выложу этого потока, кто что пишет, кто прошел, у кого какие результаты. Вот. Но суть не в этом. Суть в другом. Суть в том, что пища может либо давать энергию, либо забирать ее. Вот кофе, что делает кофе, например. Приведу пример с кофе. Американцы вообще любят кофе. Откуда пошло кофе? Из Америки. Откуда пошел Макдональдс? Из Америки. В принципе, там изначально, давным-давно уже сложилась неправильная система питания. Кстати, сейчас американцы уже далеко ушли, даже чем мы. У них очень много здоровых кафе. У них в принципе в Макдональдс никто не ходит. Это уже не то. Там едят только бомжи, скажем так, в Макдональдсах. Там есть дорогие гамбургеры различные, но в Макдональдсах там есть всякий сброд. Вот. И кофе у них только Starbucks. Других кофе, может, они и есть, но они не так развиты, я их не видела. И вот они любят там ведра кофе пить, да, вот такое все. И раньше у нас-то не было. Посмотрите еще до 3 года назад. Возьмите 3 года назад. Разве было кофе 3 года назад? Его было очень мало. Нигде не было кофе, не было культа кофе у нас. Большая часть людей не пили кофе. Я начала пить кофе, потому что я была в офисе. А в офисе везде стоят почему-то кофемашины. И как-то раз я попробовала кофе, и мне понравилось, и я начала пить вот капучино. Но сам факт то, что раньше кофе нигде не было. А кофе – это продукт, заработок которого практически на 100%. То есть там себестоимость, напитка минимальная. А максимальный заработок от этого идет. И людей на кофе подсаживают. И кофе, он имеет наркотические вещества, на которые очень легко подсадиться. Первое, что я запрещаю на детоксе, когда девочки приходят, это кофе. Я зависима от кофе, вот девочки пишут. А теперь я вам расскажу секрет, что вы зависимы от кофе ровно на 4 дня. Я сама тот человек, который может иногда подсесть на кофе. У меня есть такой грешок. Я никогда не скрываю о том, что я что-то там могу себе позволить. Никогда этого не скрываю, потому что мы все неидеальны, мы все люди, мы все живем в социуме. И в принципе, единственное, что я не делаю, это я не пью и не курю уже много лет. Все остальное я могу себе иногда… Ну нет, я еще мясо не ем. Все остальное я могу себе иногда позволить. Вот, и я иногда тоже, знаете, вот один раз выпиваешь кофе, и ты просто на него подсаживаешься. И ты постоянно начинаешь его лакать. И я уже эту систему отслеживаю. Я понимаю, что все, Женя, ты подсела на кофе. И что происходит? Буквально 4 дня без кофе вы выключаетесь и забываете о нем. Все. Это вот проверено не только на мне. Уже более 10 тысяч человек прошли детокс-программы, и девчонки сразу же кофеманши приходят. Адские просто. Мы начинаем с ними работать и убираем кофе из ракетсона. А что плохого в кофе? Если вы задаете такой вопрос с целью «А что плохого?», то я вам скажу, что для вас ничего плохого. Продолжайте пить кофе, у вас все хорошо. Если вы задаете с целью все-таки задуматься, то кофе – это такая вещь, которую мы выпиваем. Во-первых, от кофе происходит обезвоживание. То есть, если вы берете большой вот такой стакан кофе, то вы должны выпить еще два таких стакана воды, потому что кофе забирает в два раза больше воды у вас. И происходит обезвоживание. Так получается часто, что люди, к сожалению, наши, они не пьют кофе. Ой, они не пьют воду. Большая часть людей не пьет воду. Вот. И что нужно делать? Нужно постепенно убрать кофе из рациона. Потому что, когда вы пиваете кофе, сначала вам, типа, у вас бодрячком, да, с утра проснулась, кофеевочка выпила бодрячком, а потом такие хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, все, сдулись. И тут либо еще раз выпить кофе, либо не пить кофе. В общем, это продукт, который энергетически разрушает нас. Как и алкоголь, как и сигареты. Это все энергетически нас разрушает. И чтобы вас это не разрушало, нужно исключать это. Если вы сами этого не можете делать, то приходите на детокс-программу. Мы будем вместе с вами исключать это из нашего рациона. Постепенно. Я за постепенно. Я вот не люблю вот это сразу. Сразу там к здоровому питанию. Нет, это неправильно. Нужно все делать постепенно. Потому что все наши болячки и все наши тараканы живут вот здесь, в нашей голове. И только с головой нужно работать в первую очередь. Потому что у нас голова всегда останавливает от всего. От спорта, от счастливой жизни, от благополучной жизни. Мы чего-то хотим, но вот эти страхи, они нам мешают открыть любую дверь. Вы должны понимать, что перед вами очень много дверей. И вам просто нужно взять и открыть одну любую дверь, в которую вы хотите попасть. Не бояться ничего, а просто взять и сделать. Вот. О чем я хотела еще говорить? О том, что... Почему у нас еще нет энергии? Потому что вы не нравитесь себе. Человек, который неправильно питается, который живет как бы так себе. Что вы видите в зеркало? Скажите, вам нравится ваше отражение в зеркале? Давайте просто с этого начнем. Нравится ли вам ваше отражение в зеркале? Напишите. Нравится ли вам ваше отражение в зеркале? Нравится ли вам ваше отражение в зеркале? Ответите? Нет. 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 Больше нет, чем да. Да, вот есть девочки, которым нравится отражение в зеркале. Я скажу, что 50% девочек, которые написали, что им нравится их отражение в зеркале, они на самом деле лукавят. Они врут нам. Вот те девочки, которые написали нет, они честны. А те, кто написал да, по большей части девочки лукавят. И отражение на самом деле им не нравится. Они иногда подходят, думают, что завтра начнут новую жизнь. Ну, новая жизнь завтра не начинается, потому что вроде ты себе ставишь цели, просыпаешься, думаешь, засыпаешь с мыслями, что вот, всё, новая жизнь. Да, не то чтобы нет. Вот многим не нравится. Так и есть. Понимаете, когда вам не нравится ваше отражение в зеркале, вы становитесь неуверенным в себе человеком. Здесь очень чёткая закономерность. Согласитесь со мной, что когда мы видим в себе изъяны, что происходит? Происходит то, что мы становимся очень неуверенны в себе, очень сильно неуверенны в себе. И это есть, это присутствует в нашей жизни, потому что нам кажется, что вот эта девушка, у неё прям нет изъянов, она идеальна и красива. Вот. А эта девушка занимается собой, эта девушка правильно питается, эта девушка следит за собой, она увлекается питанием, она увлекается спортом. Она, в принципе, живёт правильной жизнью. И просто так в жизни ничего не происходит. Это тоже нужно для себя понять. Если вы хотите жить в энергии, если вы хотите смотреть на себя в зеркало и видеть там крутые результаты, то вам просто обязательно нужно заняться собой, обязательно изначально нужно заняться энергией, нужно начать накапливать энергию в себе. Приведу такой пример, связанный с энергией, потому что энергия, она же не только вот там утром тяжело вставать, там мы недовольны чем-то, ещё что-то, а энергия, она во всём. И чтобы вы понимали, мужчина питается женской энергией. И если в женщине нет энергии, то мужчине нечем питаться. И тогда либо отношения в семье очень плохие, либо мужчина идёт куда-то в другую семью, либо к другой женщине. И там ищет энергию, которая ему необходима. Потому что они такие, им нужна эта энергия. Они питаются с помощью секса, они питаются женской энергией. Кто этого не знает, я думаю, что это знают все, и я Америку не открыла. Ну вот, и девочки, мы генерируем эту энергию. Женщина, она как очаг генерации энергии. И она может её аккумулировать, она может всегда находиться в энергии. И вы можете заметить по мужчине, который находится рядом с женщиной. А ещё есть, часто можно встретить женщину. Она, в принципе, внешне, так кажется, вообще не симпатичная. Ну вообще как бы не симпатичная, обычная девушка. Но при этом с ней рядом очень красивый мужчина. И прям он обхаживает её со всех сторон. Потому что дело не во внешней красоте, дело не в глазах, ресницах, сисях и тому подобное. А дело в том, что женщина наполнена энергией. Дело в том, что женщина себя любит. Когда женщина любит себя, мужчина и люди окружающие обязательно её полюбят. А когда женщина смотрит на себя в зеркало, и ей не нравится своё отражение, она не любит себя, то и мужчине рядом с ним очень сложно полюбить такую женщину. Потому что она энергетически, на подсознательном уровне, привлекает нелюбовь к себе. Это очень важно, и с этим нужно разбираться более подробно. Если вам интересна вообще такая тема, то у нас в среду мы проведём не прямой эфир в Инстаграм, а вы можете зарегистрироваться. У меня в шапке профиля есть ссылка. Вы можете зарегистрироваться по ней и прийти на мастер-класс, на вебинар. И мы с вами вместе пообщаемся. За 60 минут я вам расскажу, как сбросить вес и прийти в идеальную форму и остаться в ней. Это для всех. Может любой зарегистрироваться и принять участие. Если вам это интересно. И кто задавал вопрос по поводу детокса, то я там ещё и расскажу вам обязательно о том, как проходит детокс, как в него зайти, как мы проводим эту программу. Покажу вам результаты девчонок, смотивирую вас, покажу, что за 21 день девочки достигают вот таких вот крутых успехов. У нас есть фотографии, у нас есть отзывы девчонок, которые вот буквально вчера закончили проходить программу. Вот, поэтому зарегистрировались уже. Вот сейчас ссылка только появилась, я перед прямым эфиром её выгрузила. Не знаю, сейчас попробую в комментарии добавить, если получится. Но мы ещё не расходимся. Это я вам просто сейчас... А что-то не получается у меня комментарий почему-то добавить. Не, не хочет он добавлять комментарий. В общем, нужна ссылка нам. Я беремняшка, подойдёт этот мастер-класс? Ну, конечно, подойдёт. А почему он вам может не подойти? Там информация, которая полезна. Вот, Юлечка скинула ссылку, видите? Вот, можно её прикрепить в комментарий. Вот, видите, я прикрепила комментарий. Не знаю, вам видно, вот если я прикрепила. Вот, и что происходит? Происходит то, что человек, когда начинает заниматься собой, начинает правильно питаться, осознанно писаться, начинает постепенно внедрять спорт, начинает ухаживать за собой, у него просыпается к себе любовь. Когда у человека просыпается к себе любовь, у него просыпается уверенность к себе, потому что он понимает, что он чего-то достиг в этой жизни. То есть, очень часто у нас нет уверенности в себе по одной простой причине, потому что мы ничего не сделали для того, чтобы стать уверенным в себе. Я могу сказать, что я сама проходила этот путь. У меня есть миллион фотографий, когда я просто ненавидела своё тело, когда я ревела и хотела завтра начать новую жизнь, но у меня почему-то всегда не получалось. С утра я забывала о том, что я ночью ревела и снова ела какое-то говно. Так было, это нормально, через это практически все проходят. Я не знаю людей, которые с самого начала едят здоровую еду, но только если там, знаете, вот сейчас уже семьи есть осознанные, они начинают своих детей кормить по-другому. Вот, и это очень здорово. Есть ссылка в шапке профиля. Да, в шапке профиля есть ссылка. Абсолютно любой может сейчас пойти зарегистрироваться. Только я вас очень прошу. Когда вы зарегистрируетесь на вебинар, который будет в среду, проверьте, правильно ли вы заполнили e-mail. Очень часто происходит, что люди неправильно заполняют свой e-mail и правильно заполняют свой контактный номер телефона. И после этого пишут мне, Женя, мне не пришла ссылка, я не могу попасть на твой вебинар. Ну, нужно быть внимательнее. Все же остальные там 5000 человек смогли попасть, а ты не смогла. Значит, причина не в нас. Причина в том, что вы невнимательные. А невнимательность – это тоже пункт, который связан с нашей энергией. Потому что когда у нас нет энергии, мы очень сильно рассеянные. Мы как бы и здесь, и там, и вот такие мы. И у нас невнимательность, и по клавишам мы попасть не можем. И даже правильно e-mail свой написать не можем, но потом почему-то начинаем качать права. И я присылаю подтверждение, что человек просто неправильно. Он говорит, ой, извините, подвиньтесь и тому подобное. А сначала прям так в грубой форме на меня наезжают, что, видите ли, я не отправила ссылку. Так все-таки дело-то в вас, дело не во мне. Я сейчас говорю не про всех, я вообще говорю. Если у вас в жизни что-то не так, если что-то наперекосяк, то в этом не виновата ни я, ни ваш руководитель на работе, никто. В этом виноваты вы, потому что вы допустили эту ситуацию. То есть если вы работаете на нелюбимой работе, то не виноват в этом руководитель. Виноваты вы, что вы уйти оттуда не можете, что вам не хватает сил и храбрости уйти. Если вы смотрите на себя в зеркало, и вы себе не нравитесь, то дело не в зеркале. И дело не в том, что вам в рот что-то кладут, а дело в вас, что вы позволяете жизни не меняться, что вы позволяете оставаться такой, какая вы есть. И удивительно то, что жизнь проходит. Время очень быстро идет, очень быстро. А по законам Вселенной наша жизнь проходит вот так. И нужно просто понимать и ценить. Каждый момент. Не спать до 12 дня и считать, что когда хочу, тогда я встаю. А с самого утра заниматься спортом. От чего у нас появляется энергия? Давайте мы сейчас протестируем. Кто это сделает, тот крутой молодец. И тот получит бонус. Кто не сделает, ну как бы не сделает. Давайте вот сейчас с вами вместе мы сделаем такое упражнение. Поставьте телефон куда-нибудь. Просто можете даже поставить вот так, опереть на что-то. И сделать упражнение. Вот как бы мы встаем. Я даже подальше отойду, чтобы вам было видно меня получше. Одно из упражнений, которое мы делаем на детокс-программе у нас. Это хлопковый массаж. Все очень просто. Начните растирать ручки. Вот вы смеетесь зря. Лучше бы вы попробовали и что-то сделали для своей жизни хорошее. А вы продолжаете писать, сколько стоит вебинар? Нисколько он не стоит. Вы можете просто взять и прийти на него. Он нисколько не стоит. Он вашу жизнь стоит поменять. Вот сколько он стоит. И вместо того, чтобы встать сейчас и пойти хоть один шаг сделать навстречу и что-то изменить, что-то попробовать, потому что я вам сейчас предлагаю попробовать вместе со мной. Это дорогого стоит. Но почему-то вы вместо того, чтобы поставить телефон, перестать писать, продолжаете писать, а не стоять и делать. И отвлекать других, которые уже стоят и ждут. Встаем. Начинаем растирать руки. Что вы чувствуете, когда вы растираете руки? Прямо трите. Мне просто кольца мешают, чтобы вас не смущать. Я сниму. Сильнее трите. Вот прям сильно-сильно-сильно трите. Сильно трите руки. Прямо сильно-сильно-сильно. Вы чувствуете, что горячо становится? Вы чувствуете, что у вас ладошки нагреваются? Вы чувствуете это? Какое сейчас произошло ощущение? Вот прям сильно потрите. Что произошло? Напишите. Тепло произошло не только в ладонях. Расскорю небольшой еще такой секрет, что женская энергия, она в наших руках. И нам очень легко ее получать из разных источников. И мы также женской энергией можем зарядить. И когда вы начинаете растирать руки, вы начинаете вся, начинать гореть. Просто это нужно сделать очень круто. Энергия появляется. Появляется? Появляется. И это только начало. А сейчас сделайте небольшое такое упражнение. Не стесняйтесь, что на вас сейчас кто-то смотрит. Просто скажите, что это спортивное упражнение. И не обращайте вообще внимания на людей, которые над вами как-то посмеиваются. Забейте на них. Здесь есть много людей, которые хахашечки шлют. Пушлют. Это их жизнь. Это их выбор ничего не делать. Я раньше, может, и замечала таких людей. Но я научилась. Вот ты тупая. Видите, мне пишут. Ольга, причем это пишет девушка, это пишет. Вместо того, чтобы попробовать и хоть что-то изменить в своей жизни, она максимум, что может сделать, написать, что ты тупая. Ну, как бы это ее выбор. И она пишет это про себя, потому что мы видим в людях то, что есть в нас самих. Если кто-то во мне видит красоту, то этот человек тоже красив. Если кто-то во мне видит тупую, как бы это прискорбно не звучало, это есть в этой Ольге. И она все, что видит, это тупость, которая живет в ней, потому что все люди — это наше зеркало. Знаете, такое, в чужом глазу соринку видим, в своем бревна не замечаем. Вот эта история как раз-таки о любом человеке. И все поговорки, которые были когда-то написаны для нас, они как раз-таки написаны почему? Потому что когда-то кто-то это пережил. И вот фраза именно «в чужом глазу соринку вижу, в своем бревна не замечаю» это знаете что? Это про нас, про каждого из нас. Потому что я тоже иногда вижу какого-то человека, и он меня начинает раздражать. Я думаю, так, почему он меня раздражает? Что в нем есть такое, что есть во мне, что меня это раздражает? Потому что нам легче на каком-то другом увидеть что-то. Понимаете? Нам легче вот с кого-то считать информацию и почувствовать, что если вас это раздражать начинает в человеке, это просто вам, знаете, такой лайфхак. Если вас что-то раздражает в человеке, то это живет в вас. И задумайтесь, что именно вас в человеке раздражает, почему вас это раздражает, и почему это живет в вас. Следующее небольшое упражнение, которое мы сейчас делаем, это хлопковый массаж. Я вам покажу буквально не на всем теле, потому что мы делаем это профессионально на всем теле, но я вам просто покажу. Возьмите вот так вот руку, вытяните, и начните себя бить по руке. Прям сильно, не жалейте. Я когда себя бью с утра, делаю хлопковый массаж, я бью вот даже сейчас, у меня, знаете, покраснения пошли. Во-первых, это очень полезно, потому что вы бьете, и кровь приливается. Это происходит регенерация клеток. Что такое регенерация клеток? Это омоложение, омоложение тканей. Это упругость кожи. Знаете, есть такие массажики всякие, пощипывания. Вот это вы можете делать сами. Побейте себя по одной руке, побейте себя по другой руке, побейте себя под мышками хорошенечко, прям сильно. Я просто сейчас стою, чтобы вам разговаривать. Вот прям вот такой бред. Вот видите, такой бред, вы даже никогда не попробуете это, и вы считаете, что это бред. А я вам скажу, что это один из секретов наполнения нас энергией. Если вы сделаете этот мощный хлопковый массаж, а когда я живу и провожу тренинги, я делаю это три раза, то девчонок просто это так взрывает и будоражит. Капец набила себя. Побейте себя вот здесь. Просто сильно начните себя лупасить. Можно ножки, плоску побить. Побейте себя вот здесь. В общем, когда вы начинаете себя понемножечку лупасить, что вы чувствуете? Что вы чувствуете, когда вы на себя начинаете понемножечку лупасить? Бодрячком, да, становитесь? Вот бывало время, мы с Тёмой раньше очень много путешествовали, когда у нас не было детей ещё, мы путешествовали на машине по Европе. И было время, когда я за рулём проезжала 500 километров. И я чувствую, что меня начинают подрубать, ну потому что одна и та же дорога, ты едешь, едешь, это всё монотонность. Тебя начинают подрубать. И я просто выхожу и начинаю себя бить, делать вот этот хлопковый массаж. Правильно. С разных сторон. И я настолько бодрюсь, настолько во мне просыпается жизнь и энергия. Кто у меня там? Ой, дети приехали. Сейчас. Сама вообще не видит, когда я открываю. Всё. Вот. Таких секретов у нас на детоксе очень много. И девчонки, когда приходят, они получают целый багаж знаний, целый багаж информации, с которым они уходят. И в дальнейшем они это всё применяют в своей жизни. Я была на совершенно разных тренингах. И когда ты приходишь на какой-то один, второй, третий тренинг, они в основном очень дорогостоящие, вот, то ты черпаешь какую-то информацию, и ты начинаешь её делать. Не относишься к этому, фу, дыра, какую-то фигню сказала, просто делаешь. Есть такой Тони Роббинс, которого либо любят, либо не любят. Вот. И когда вы начинаете что-то делать, то вы понимаете, для чего это делаете. По лицу побила, класс. Вот я всегда в себя делаю крем и бью по лицу. Это хлопковый массаж, он очень полезен для нас всех. Это бомбическая практика, на самом деле так и есть. Делайте такую практику, просто попробуйте, и вы поймёте. Это вам никто не даст, вообще бесплатно вам эту информацию никто не даст. Нигде вы её не найдёте, нигде вы её не получите. Это очень крутая информация. И весь мой детокс, он заполнен такими информациями. Так что обязательно записывайтесь на наш вебинар, который состоится в среду. Мы специально для вас встретимся в Сёме и проведём этот вебинар. Прямо сейчас вот здесь, видите, ссылочку я прикрепила. Переходите, регистрируйтесь, правильно вводите почту. Письмо вам придёт не сразу же, оно придёт завтра утром. То есть все, кто зарегистрируется, сегодня получат либо ночью, либо завтра утром письмо. Только обязательно проверьте, чтобы вы контактные данные или имейл написали верно. Это очень важно. И мы в первый день, у нас там, я уже сделала пост, вы можете посмотреть, там написано, когда что проходит. И ещё от себя хочу вас сейчас попросить поставить лайк на последний мой пост и написать какой-то комментарий, как вам прямой эфир понравился или сделать какой-то отзыв для меня. То есть я с вами сейчас поделилась полезной информацией, полезными благими знаниями. Возможно, кого-то очень сильно смотивировало. И я очень хочу, чтобы вы тоже в ответ мне написали что-то очень доброе и хорошее. Что случилось? На водичку, на, на, на. Иди, Я тоже хочу, чтобы в ответ вы мне написали что-то очень доброе и очень приятное. Сколько у тебя детей? Двое. Иди ко мне. Иди сюда, поздоровайся. Скажи, подписывайтесь и приходите. Подписывайтесь и приходите. Я с вами прощаюсь. Я надеюсь, что вам было полезно. Вы узнали что-то очень нужное для вас. Я вас смотивировала. Мотивировала двигаться вперед. Смотивировала просыпаться пораньше, заниматься, менять себя и двигаться в лучшую сторону. И если вы мне сейчас оставите комментарий, что так и есть, напишите под постом, поставите мне лайки, потому что я считаю, что я заслужила за добром, отвечать добром, как говорится. Обязательно сохраню эфир, кому нужно, чтобы пересмотрели, потому что я с удовольствием буду делиться с вами часто полезными эфирами, полезной информацией, развивать вас, наполонять вас. Ну и взамен я прошу всего лишь это ставить лайки на мои посты, потому что для меня это тоже важно. Я так оцениваю ваше отношение к себе, вашу любовь и написать какой-то комментарий, как вам практика и вообще, как вам сегодняшний эфир и какие темы вы бы хотели, чтобы я в дальнейшем еще затрагивала для вас. Ко мне пришлила уже вся семья, я пошла к ним, я вас очень сильно люблю и я очень настроена на то, чтобы помогать вас, вам как-то мотивироваться, направлять и менять вашу жизнь, ваше сознание и ваши результаты это мои очень большие достижения и улыбки. Арсень, зачем ты ложку, Саша? Люблю, целую, обнимаю, всем пока-пока, хорошего вечера. Не-меняяяю! Не-меняяяю!